Музыка Существуют разные руки Вот видите, перед вами руки волшебные Почему? Вот это его работа Вот Вот это вот яблони Потом пойдут абрикосы, сливы Двухлетки уже достигают Трех метров Я постоянно Сергея Валерьевича ругаю, за что? Почему он не палил опять? Дикая жара Они же привитые, они страдают Они же вырваны из земли Разве можно сказать, что это корни глубоко ушли? Нет, конечно Поэтому они бы еще были бы мощнее Но у него, Сергей Валерьевич, есть одна беда Как затолкать посылку? И вот Хорошо, что у нас совпадают интересы наши С вашими, уважаемые будущие покупатели Почему? Достав с посылки обрезанный саженец Вы должны понимать, что он обрезан В ваших интересах Корни, какие бы они ни были Вот Видите деревце? Сейчас будем о нем подробнее говорить Он выкопал У него практически все корни целые И вы так же Вы садите так же с корнями, друзья Целые кроны И он начинает отставать в росте и болеть Ему нужно Вот ради этой кроны Сто процентно Сто процентов не получается Не просто влаги А именно Сто процентов Супового набора Питательных висес А это невозможно И когда он обрезает То, во-первых, она уже не то Это еще дички, кстати Уточняю Это не для посылки Вот У нас дикие Никто не покупает В таком виде Вот Предпочитает на эти Вы знаете Я вынужден сказать О такой страшной беде Если большинство из вас Начитались в стандарте литературы Там написано Прививайте на культурные Но самые морозостойкие Культурные сорта Допустим, яблонь Мы живем в Сибири Вот это все Сибирское Вот это А, допустим, яблонь Антоновка Которая считается суперморозстойкой Белый налив считается Из культурных морозостойкой Вот Боровинка считается Папировка считается Вот Еще несколько сортов Вот И теперь представьте себе Когда в Европу приходит Сорокоградусная зима А такие вещи случаются часто Вот И вот дерево Подвой Вот то, что я перечислил Привитое И все это в сумме Замерзает Не только высшие прививки Но и все Начинают от корней Ну и что там говорить Отдельную тему еще раз посвящу Карликам, которые прививают На Искусственные корни То есть на Палки Воткнутые в землю Морозостойкость у них По-моему Матюнин это писал От 9 до 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 Что-то такое До 20 градусов Вот у нас Снега нет А бывает под 40 То есть Сибирь исключена В отдельные годы У вас исключено Растите год Два-три А потом Прощай дерево Поэтому В этом питомнике Культивируется 5-6 видов Самых морозостойких В мире Подвоев Один из них Сегодня знаком ли вас Именно Это Самые С яблоней Грушей Уссурийской Так Потом Значит Это самое Господи Так Манжурский абрикос Китайская слива И вишня сибирская штамбовая Все Так Теперь значит Вот это вот Относительно Назовем их Как бы сказать Относительно Целые И довольно пышные корни Почему они такие Объясняю Они такие только потому Что уже Будучи Сенцами В диком саду Они были Фактически Выращены По принципу Из 100 Из 500 семян Одно Они уже прошли Первичную обработку Я вам покажу фотографию Где Татьяна Александровна Вот Моя невестка В этом диком саду Собирает Эти самые Малюсенькие Малюсенькие Уссурийские Груши Потом Еще год И вот они У Сергея Валерьевича В руках Теперь они Годны к прививке Осенью Они будут Пересажены Так Осенью А сегодня у нас Какое число Сегодня 25 25 6 7 27 27 27 августа Вот Это Это время Пересадки Я вам уже Показывал В предыдущем Фильме Пересажены Эти самые Абрикосы Манчжурские И мы Кстати Еще Посоветовались И вам Предлагаем Купить У Сергея Валерьевича Эти абрикосы Примерно Не примерно Уже точно Да Манчжурские За 500 рублей Жердели С Украины Которые Выдерживают Любые Любой влажный За 350 рублей Только Морозовько Если по честному Пониже Ну и вот Вы видите Эту работу Значит Что получается Получается Следующее Следующее Идет Посадка В горшки Так А я горшков Тут не вижу Или это горшки Ну-ка покажи Горшки Горшки Точно Ага Да Они самые Так Ну в общем Поняли О чем идет речь Так Сергей Валерьевич Покажи-ка нам Однолетние Груши Уже привитые Поближе А вон я вижу Это наверное Остатки непроданные Да Ну они в принципе Уже проданы А Проданы Но еще Ждут хозяина Ясно Вот они вот так Вот они вот так Вот выглядят Вот они вот так Вот выглядят Но это двухлетка А я хотел Однолетку посмотреть А вот Так А с грушами нету? Грушами нету А в прошлом году Были Вот Так Это уже двухлетка Да Вот это Вот это да А рядом Однолетки Знаешь По листьям Напоминает Среднерусскую Вот возможно Она есть Она есть Она да Да А вот видишь Я еще квалификацию Не потерял Так Ну что Понятно Значит Питомник имеет Такую особенность Он повторяется 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 То есть Где-то были проданы По новому Посадка Тут же А где-то еще Ждут продажи Вот Никакого конвейера нет Фактически Это штучная работа Так Ну что На сегодня все Вот Познакомил я вас С еще Кусочком работы Питомники Теперь Значит так Здорово смотрится Здорово смотрится И так Ты обрезаешь корни Под горшок Правильно? Да Ну не все Ну не все Но самые длинные Так вот друзья Я пикировку Всегда Проклинал Вот Ну вот Например Вот здесь По-моему Ты не будешь корень резать Здесь я не буду Прекрасный саженец Вот А дело в том Что Ну тут еще Один момент То есть Они когда рассаживались Пикировка была уже сделана Так Она еще сделана При выкопке Да То есть Получается Это что есть То есть Вот опять Нечего резать А длинненькие Приходится Ладно Я хочу Объяснить В чем заключается Штучная работа Для самого себя Ведь вы смотрите фильмы Ну кто-то станет Прощадалом Как Сергей Вот так А смысл такой Что есть два разных пути Еще раз должен объяснить Первый Это Когда Питомник Второе Когда Самосадики осадила Само буду поливать Что такое Самосадики осадила Если вы семечку посадили Вы уже Подвойную Привайте на месте Становитесь на колени Вот Ни в коем случае Старайтесь не пересаживать Не повреждать Центральный корень У груш У сенцев Центральный корень Он стержневой Он уходит на много метров Под землю Это есть идеальный случай Питомник Это ширпотреб Тут не отнимешь Вот Дело в том Что Сергей Доставал Эти Семена Эти самые Не Начинал не семечка Хотя у него есть Такие тоже Грязки Вот А готовые Чем она хорошо А готовые Они Я еще раз Это Вспомните Что я вам покажу Я это Вот Самосев Да Это в диком лесу То есть В заброшенном саду Вот Там Сергей Там люди увидят Фотографию Татьяны Садны Вот Как Кто-то из нас Успел сделать Вот И У нее в руках Вот такусеньки Вот такие вот Так И уже Они уже Когда их выдергивали Землю Уже корни повреждались Теперь они получились Достаточно пышные Вот они Вот они Достаточно пышные Так И в результате Хорошо подходят Горшок Максимально развитые Но Обычно В питомниках Это делается так Из семян выращиваются Я про груши уже А не про яблони Которые придумали Карлики Вот Потом значит Выкапываются Специально обрезаются И Потом идет Доращивание Для того Чтобы корни Уже были пышные У нас Первая часть Это первое операции Себя взяла природа Она посеяла С огромных груш Вот вам фотография Огромной груши Это целый ряд Огромной груши Так Под ними Все засажено Ну хотя Конечно Плодов Там наверное Сходит Каждое тысячное Урожай огромное Семян Там десятки тысяч А я помню Первый раз Когда я нашел Почти все собрал Я тогда 600 штук Накопал Это много-много лет назад было То есть Ограниченное число Но это самосев Это лучший из лучших Самые жизнестойкие И вот второй этап Он их дорастил А по-моему Где-то у тебя есть На том участке Еще есть Да? Ну Они остались Я же не все выкопал А Туда Правильно Сейчас только привел А это оттуда Они есть Оттуда есть Все Разобрали с корнями Но еще раз Если вы семечко От меня получили Уссурийская груша Вот То Запасные варианты Лукашевская груша Она еще годится И это Сварог Они еще годятся На подвое Но в более Теплых регионах Ну то есть Скажем так Грубо Западнее нас Чем я живу Или уже в Приморье Так Вот Получается что Семечко ваше растет Старайтесь его не трогать То что вам предлагают Выкопать Якобы То есть Вы сами для себя Посадите Вам предлагают Выкопать Вы выкопали Отрезали корень И снова посадили Это операция По превращению Здорового Семенцевого дерева С готовым Центральным корнем В это В инвалида А она Знаете как называется Вы не поверите До сих пор Это в ходу Называется Улучшение корней То есть Отрезают центральный корень Ведь я же не зря Вас в этом питомнике Сейчас Держу и рассказываю Дело в том Что вы видели Что он обрезает корень Только по необходимости Вот Померил Чуть-чуть Отрезал Вот для него стандарт Вот такие они есть Когда-то мы пробовали Помнишь, Сережа Одиннадцатилитровая Ой Сколько земли надо Сколько работы В это Несчастный Жигуленок Больше пяти не влазит Вот это было Такого объема земли Не нужно для корневой системы Ну в принципе Она двухлетнего То есть Это лишняя работа А слушай Я сейчас людям покажу Огромные абрикосы В горшке Что им горшок Не мешает развиваться Покажи дырки Для начала Это энергический горшок С дренажными дырами Все Закончили мы Это кусочек реакции